Приветствую вас! Вы знаете, я думаю, что психолог, на котором идет речь, он в курсе того, что вы испытываете к нему чувства, потому что, знаете, сидя перед человеком, сидя перед человеком, наблюдая его, что это опять непосредственно, наблюдая его реакцию, наблюдая его, ощущая его, сложно не заметить то, что с человеком происходит. То есть как бы физически, вот когда вы физически присутствуете друг напротив друга, я думаю, что любой, даже не самый опытный психолог способен определить то, что с вами происходит. И я думаю, что психолог в курсе того, что вы испытываете. Я думаю, что психолог понимает этот процесс, понимает, что процесс непростой, отдает себе в этом отсчет, и просто-напросто нужно, вот, как бы вам нужно созреть. То есть вот то, что сейчас происходит, это вы созреваете. Созреваете для того, чтобы открыться ему, открыть эту свою часть личности, и сказать о том, что вы его любите. У вас к нему есть влечение. На самом деле, никто не спорит с тем, что ваше влечение к нему, да, оно какое-то, знаете, как вот вы сказали, какое-то, ну, ненормальное. То есть никто не хочет сказать, что ваше чувство, например, к человеку является, ну, чем-то выдуманным, чем-то ложным. Это не так абсолютно. Это абсолютно не так, потому что то, что вы испытываете, это реально. То, что вы испытываете, это вполне себе реально. Но, вопрос в том, по поводу чего. вы это испытываете. И вот здесь, наверное, стоит поговорить о механизме переноса, понимаете, если вы о нем не знаете. Ну, давайте сначала, наверное, пройдемся по вашему тексту, да, поисследуем его, а после я расскажу о переносе. Или процессе текста, я буду рассказывать какие-то вещи. Итак, испытываю чувства к своему психологу, не могу сказать ему об этом. Правильно, не можете сказать, потому что чувства своих стыдитесь. Я так полагаю, что ранее были случаи, когда вы боялись проявить свои чувства какие-то. Те, которые вы считали важными. С первой встречи я ощущаю влюбленность, понимаете, что это перенос. Если вы с первой встречи ощущаете влюбленность, то здесь имеет место быть идеализация. Т.е, я не говорю о том, что чувства ваши нереальные и ненастоящие. Они реальные, они настоящие, но эти чувства в том числе вызваны и идеализацией. Идеализация – это как раз таки и есть перенос своих желаний того, возможно, кем вы хотите или хотели бы видеть себя на другого человека. Т.е, если именно с первой встречи вы ощущаете влюбленность. Т.е, влюбленность любая – это всегда идеализация. Т.е, и здесь дело не в психологе, на самом деле. Это происходит, по сути, со всеми людьми. Т.е, просто психолог, он на это отреагирует, ну, не психолог, на самом деле, а консультант. Т.е, психолог-консультант, он на это, на самом деле, отреагирует просто адекватно. Т.е, тогда как в обыденной ситуации, в обиходе это может причинить боль и вызвать еще более травмирующие последствия. Т.е, дальше. Т.е, знающие так часто бывает, и психолог начинает казаться самым понимающим, знающим, воспитанным, и только он один слушает и принимает тебя. Т.е, хотелось бы знать, откуда вы это знаете. Т.е, у вас был опыт взаимодействия с психологом или как? Т.е, знающие, скорее всего, влюбленность не к нему, а к образу того самого понимающего. Т.е, не совсем. Т.е, любовь у вас здесь скорее к самой себе. Т.е, знаете, ведь психолог, он вас представляет определенный. Т.е, он вас представляет достойное понимание, знание, воспитанность, достойное принятие, достойное того, кто вас слушает. Т.е, и вы любите в нем себя. Т.е, знающие, что для терапии необходимо рассказать ему, но не могу. Т.е, нет. Т.е, не необходимо. Т.е, понимаете, какая штука? Т.е, вот нет в терапии, в терапии нет такого понятия, как необходимо. Т.е, в терапии есть такое понятие, хочу, не хочу. Т.е, могу ли я это сделать? Т.е, уместно ли это для меня совершенно это сделать? Т.е, вот это в терапии, они необходимы. Т.е, необходимость – это уже принуждение. Т.е, любая терапия, принуждение, как бы неприемлемость. Т.е, здесь у вас идет некоторое искажение. Т.е, я хотел бы, чтобы вы подумали, почему вы считаете необходимым ему рассказать. Т.е, именно необходимым. Т.е, получается, что терапевт не донес до вас основную мысль терапевтическую, что терапия – это не необходимость. Терапия – это полная свобода. А, признаться, вы боитесь, потому что боитесь потерять доверие, боитесь потерять ту связь. Но ведь я еще раз повторяю, что терапия невозможна без доверия. Получается, у психолога не получилось создать такие условия консультации, чтобы вы чувствовали, что можете любые свои чувства выразить. Психолог дал вам повод, вероятно, сомневаться в том, что нет ничего, сказав из которого, результатом будет ваше расставание. Конечно, вы можете сказать, что нет, дело не психолога, а во мне это я боюсь потерять, ну, его доверие. Возможно, я не очень здесь понимал, сколько времени вы взаимодействуете, сколько времени идет терапия. Но, то, что вы говорите, что необходимо рассказать, уже есть приводный звоночек. То есть, возможно, вам стоит обсудить еще раз вот этот вот момент, насколько свободно вы можете выражать свои чувства, и есть ли границы. Если эти границы есть, их нужно обсудить. А дальше, мне действительно кажется, что он самый лучший на свете человек, понимаете, Нина? Здесь есть противоречие в том, что вы говорите. Самых лучших людей на свете не было, то есть то, что вы говорите, не есть действительно. То есть не может действительно казаться, что это самый лучший человек. Он хороший, но он не самый лучший. Потому что самый лучший это сравнивание, сравнивание. Самый лучший по сравнению там вот с кем-то. А раз вы сравниваете, значит вы сравниваете себя с другими. Дальше. Знаю, что быть таким для меня, это его работа. На меня сложно обойтеть, я чувствую, что он искренен со мной. Все правильно, без искренности ничего не получится. Я ему полностью доверяю, это доверие строилось по кирпичикам с самой первой встречи. Безусловно, это очень важная часть терапии. Доверие. Именно мои чувства помогли мне довериться ему. Интересный, конечно, подход. Здесь у вас. Какие чувства помогли довериться ему? Влюбленность? Допустим. Но получается сейчас ваша же влюбленность не позволяет вам полностью довериться. Именно о них я не могу рассказать. Не хочу. Не хочу. Боюсь. Но не могу. Сердце бешено колотится, земля уходит из-под ног, когда наступает момент встречи. Я зависим от него, и мне важно, что он подумает обо мне, если узнает, хотя в постоянном случае отнимает, что примет меня любую. Ну вот. Здесь, конечно, есть момент такой, что психолог, он, если это опытный консультант, он опять же чувствует, когда клиент становится очень противозависимым. И это обсуждается. Вот. То, что вы зависимы от него, и то, что вам важно, что он подумает, это тоже примет для обсуждения. То есть только сейчас вы можете получить реальную, здоровую обратную связь на то, что, вероятно, раньше было проблемой у вас с другими людьми. Так. Значит. Мне важно, что он подумает обо мне, если узнает. Хотя в постоянном случае от него это примет меня любую. То есть вы ему не верите здесь. Боюсь, испортит его отношение ко мне банальным влечением. Ну, почему вы считаете, что влечение банальное, то есть здесь обесцениваете вы себя? Испортит его отношение в том только случае, если он так же зависим от вас. Но он независим, а значит не испортит. Боюсь, что отказывается работать со мной. Если он опытный, и если он уверен в себе, если он знает, что делает, не отказывается. Он мне очень помогает и выводит меня с каждым разом на более качественный уровень жизни и мира ощущения. В таком случае не отказывается. Так. Значит, далее вы описываете свои ощущения от встреч с ним. Так. Значит, в обычной жизни мужчинам нужно физически постараться, чтобы я испытал подобное. То есть, иметь в виду, что у вас есть недоверие к мужчинам. Вот. Ну, значит так. Такой происходил в какой-то особенный момент. Эм... Уверена, я реально такая, и что вам признавались клиенты в подобном, или вы чувствовали, что к вам исчезает такое, как мне сказать. Нет каких-то правильных слов, не надо. Эм... Просто однажды вы почувствуете, что больше молчать не можете, и в такой... в тот момент вы и скажете. Эм... Эм... Ну, никуда переживание не денется. Оно вылится во что-нибудь. Оно вылится во что-нибудь. Оно... не уйдет это переживание. Эм... Это... это перенос, но чувства при этом реальные. Эм... Если просто он стал для меня значимой фигурой, я в зависимости от позиции ребенка. Эм... Да, и эта зависимость в итоге вы так же переживете. Это мои чувства к нему как к человеку, а не как к психологу. Возможно, но чтобы увидеть, какие у вас чувства к человеку, вам нужно завершить отношения как с психологом. Тогда вы увидите, какие у вас чувства к человеку. Эм... Как мне тактично сказать? Никак. 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 Нет, нет правильных слов. Какими именно словами? Не, ну, если вы работаете с психологом, вы знаете, что мы не можем давать советов. То есть, почему вы здесь просите от нас сказать такими именно словами, ну, для меня загадка. Эм... Боюсь, очень боюсь того, что то доверие, в которое медномер, разрушится из-за моего увлечения. Если оно разрушит из-за вашего увлечения, то никакого доверия и не было. И, соответственно, этот... этот специалист недостаточно профессионален. Эм... Значит, в таком случае вы просто живете в иллюзии. Вот и спросите себя, хотите вы продолжать находиться в иллюзии или все-таки иметь дело с какими-то реальными вещами. Вот. Я думаю, что это очень важный вопрос. То есть, если помощь, которую оказывает вам специалист, реальная, да, помощь реальная, то доверие тоже реальное. И, соответственно, оно не разрушится. То есть, обратите внимание на свое отношение к иллюзорности того, что может происходить между, допустим, вами. То есть, у вас достойны ли такие отношения быть иллюзией? Ну, иллюзией. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Отлично. Спасибо за внимание. Поехали. Хорошо. Продолжение следует...